Всем привет! Меня зовут Аня, это канал Рукоделия. Сегодня в видео я расскажу новости, готовые связанные работы, покажу пряжу, которая у меня сейчас есть, и расскажу о некоторых планах на нее. И первое, с чего, наверное, стоит начать, это то, что мы переехали. И мы переехали в другую страну. Наш переезд не был заранее спланирован, и было совершенно непонятно, на какой срок мы сюда едем. И самое главное, сколько пряж это я могу взять с собой. Но я решила ограничиться одним чемоданом небольшим. И хочу показать вам, в общем, ту пряжу, которая вместилась в этот чемодан, и что я успела связать из этой пряжи. Итак, мы находимся в Турции, и особенность жизни здесь такова, что очень жарко летом, и довольно прохладно, и даже холодно зимой в домах, поскольку в городке, в котором мы живем сейчас, нет центрального отопления, а электроприборы не всегда спасают. И дома действительно нужно одеваться очень тепло. И в соответствии с этими условиями и будет складываться мое дальнейшее вязание. И первое, что я связала, когда мы приехали, и было действительно очень холодно дома, это вот такой вот детский худи. Я уже неоднократно вязала эту модель. Это самолетиковые худи по описанию Катерины Радимовой. Я вязала и взрослым, и детям из разных пряж. В этот раз я взяла пряжу Cotton Merino от Drops. Здесь у меня около шести мотков, но возраст примерно три года. Так, следующий я связала вот такой кардиган. Вязала, начиная от рукавов к центру, по спинке шивала трикотажным швом. В общем и целом, я ориентировалась на описание Маргариты Тереховой. Поперечная полосатица. Но в оригинале это джемпер с округлым вырезом, у меня это кардиган с V-образным вырезом. И небольшие корректировки еще по ходу вязания я делала, конечно же. Как видно, здесь у меня использовано три цвета. Это три разные пряжи. Здесь у меня полоски разной толщины, расположены абсолютно хаотично. Я фантазировала по ходу вязания. И добавила еще изнаночных рядов для придания большей фактуры полотну. По пряже. Здесь у меня три цвета, повторюсь. Грубо говоря, желтый, голубой и цвет айвори. Голубой это пряжа Line от Sunnes Garn. Желтый это пряжа Belle от Drops. И ранее у меня из этих двух пряж были связаны топы. Показывала их, по-моему, в видео с готовыми работами за 2018 год, за лето 2018 года. И в тот год, когда я их связала, я их носила. Но в дальнейшем мне показались они не совсем удачными, потому что оба эти топа были связаны достаточно плотно. Один был лицевой гладью, другой с имитацией резинки. И вместе с тем они были довольно открытыми. В общем, поводов для их носки я находила все меньше и меньше. Поэтому решила их распустить и пустить в нечто иное. Я сюда использовала все остатки, все хвостики, чему очень-очень рада на самом деле. Мне кажется, для таких достаточно толстых летних пряж хорошо вязать либо, использовать либо ажурные узоры в топах, либо вязать что-то более закрытое. В футболке может быть джемпера, либо кардиганы. И третья пряжа это бобинный хлопок. Тоже как-то показывала вам бобинку в покупках. Вязала я из этого же хлопка джемпер ажурный, рыжего цвета. Очень многим он тогда понравился. Но я была не очень довольна как в процессе вязания этой пряжи, так и в процессе носки. Но почему-то я думала, что в другом цвете, может быть, эта пряжа лучше себя ведет. Но чуда не произошло. И видите, как после стирки очень сильно планка растянулась. И вот здесь вот появились такие вмятины. Не знаю, как их назвать. В общем, выглядит это не очень прилично, на мой взгляд. Если будет настрой, я перевяжу планку, сделаю, может быть, здесь большее количество пуговиц. И у меня здесь получился довольно глубокий вырез. Может быть, его чуть уменьшить стоит. Но пряжи у меня не осталось ни желтой, ни голубой. У меня здесь все извязано в ноль. И даже вот по спинке желтого маловато оставалось. И здесь так много голубого цвета. Но все равно, мне кажется, задумка достаточно удачной. Но вот с планкой что-то нужно решать. Следующий топ с пуговицами. Опять же, вертикальную полоску. Но полоски здесь уже такие регулярные. Полоска получается продольная, а вязание поперечное. Но этот топ я вязала уже иначе. Начиная с середины и двигалась уже к рукавам. По бокам я шила методом трех спиц. Пробовала сшивать иглой, но мне не очень понравилось. Было не очень аккуратно. В месте перехода на рукав. Рукав я вывязывала укороченными рядами. И в конце провязала айкорда. Низ топа я обработала вот так, чтобы спрятать все концы и все переходы цвета. Лицевой гладью провязывала и по изнанке пришивала иглой. Точно так же обработана горловина. И не сказал, на кардигане у меня обработан низ так же. Планка здесь полая, двойная. Все отверстия для пуговиц функциональные. Пряжа здесь в основном это Тинлайн от Санасгарн. Это цвет корицы, голубой и синий. Это остатки тоже от предыдущих проектов. А вот этот цвет, айвори, я добавила сюда для придания большей фактуры. То есть это нить с эффектом фламе, то есть с утолщениями. Если в кардигане фактура была за счет изнаночных рядов, то здесь мне хотелось именно таким образом поступить. В общем и целом я довольна этим топом, за исключением рукавов. Мне кажется, такой крой не самый актуальный на сегодняшний момент. В идеале я бы здесь сделала небольшие вточные рукава, но у меня совсем не осталось пряжи основного цвета и голубого. Но в целом топ пока что выглядит вот так. Если я соберусь его как-то переделать, то обязательно вам расскажу об этом. И в целом, когда я показываю вам изделие, мне бы хотелось, чтобы вы вдохновились, может быть. И иногда мне пишут, что вдохновившись моими изделиями, связали нечто подобное. И я поэтому и рассказываю о том, что у меня получилось и что не получилось. И о том, что я бы исправила в конкретном изделии, чтобы не совершали моих ошибок, допустим. То иногда пишут, что я слишком критична к своим изделиям. Но это совершенно не так. Еще один топ, вот такой белый, ажурный. Это тот редкий случай, когда я подбирала изделие под пряжу. Обычно происходит наоборот. И здесь я была ограничена четырьмя матками пряжи Cotton Linen от Infinity Design. Если я ничего не путаю. И докупить эту пряжу, мне кажется, здесь достаточно проблематично. И это должен был быть укороченный топ и ажурный. Узором я вдохновлялась у Brunello Cuccineli. Мне очень нравится то, что получилось. И в данном случае я бы ничего не исправляла. Хотя изначально особых надежд. Поэтому топа у меня не было. Но этим топом полностью довольна. И давайте приступим к пряже, которая у меня сейчас есть. И если я знаю производителя и артикул пряжи, и не озвучила его, то значит я подпишу. Если я не подписала и не озвучила, значит эта информация уже утеряна. Но самое главное для меня это знать состав пряжи, а остальное вторично. И давайте начнем с бобин. Первая бобина, вот такая красивая голубая. Это в основном меринос на 80% и по 10% кашемир и шелк. Из подобной пряжи я уже вязала дочери джемпер. И я планирую связать тоже какой-то джемпер либо свитер. Единственное, что это конечно меринос. Он достаточно резиновый и тяжеленький. Здесь у меня порядка 600 граммов. Следующая пряжа вот такая, зеленая. Честно говоря, когда я заказывала в интернет-магазине, я ожидала получить совершенно не такой цвет. Я думала, что это будет нечто неоновое. Но пришла вот такая пряжа. Хотела связать что-то детям, но до сих пор не связала. Это хлопок и полиамид. По-моему в соотношении 60 на 40. Здесь порядка 400 граммов. Вот такой тонкий бобинный хлопок. Я по крайней мере надеюсь, что это хлопок. Мне как-то перепало две большие бобины. Около килограмма каждая. Вот такого цвета. И я отмотала себе вот столько. Это примерно 600 граммов на изделие. Образец я связала в 6 нитей. На спицах номер 3,5. И в 4 нити я не готова вязать пока на более тонких спицах. И мне бы хотелось связать джемпер. Может быть с воротником пола себе. Что-то дочери. И может быть даже сыну. Но в настоящий момент у меня есть только на одно изделие. Еще один артикул пряжи. Это меринокот от Лана Гатта. У меня есть как в бобинном варианте, так и в моточном. Хотелось бы мне связать какие-то джемпера в полоску. Мне кажется, симпатичное сочетание. В такой осенней гамме. Это хлопок с мериносом примерно пополам. А из этого цвета мне бы хотелось связать шапку сыну. Этой пряжи у меня около 900 граммов. Около, потому что я забирала уже где-то остатки из бобин. И также у меня есть несколько мотков от пряжи Drops Cotton Merino. Их можно будет добавить в качестве полос к этим джемперам. Пряжа Anna 16 от Siam. У меня 2 мотка. Я пока планировала вязать в топ крючком, но, видимо, уже в следующем году. Это бобинная пряжа. Хлопок с альном примерно пополам. Тоже хотела использовать на топ крючком. Дальше у меня есть остатки пряжи Tin Line от Siam. Полтора мотка вот такого цвета корицы. И вот здесь у меня синий цвет. И плюс еще такой полураспущенный топ, который я тоже вязала и показывала вам. Мне не очень понравился, как получился здесь лиф. Хотела его перевязать с учетом уже нынешних знаний и навыков. Но, не знаю, может быть, распущу полностью и свяжу что-то другое. Из носочной пряжи у меня есть один моток Lana Grosset Myelin White Tweed. И три мотка пряжи North of Drops. Также у меня есть остатки вот такие небольшие. Бежевый это Alize Superwash. И неоновый желтый это Opal. Хотела добавлять куда-то в другие носки. Из носочной пряжи у меня все. Здесь есть возможность купить пряжу Alize носочную. Поэтому я много пока брать не стала. И небольшие мотки с хорошими составами на перчатки и тонкие двойные носочки. И вообще их можно комбинировать между собой. Тут и кашемир стопроцентный, и меринос с кашемиром, меринос с яком и так далее. И последнее, что я хотела вам сегодня показать, это вот такая рафия. Вообще-то она в пасме, я ее перемотала в такой клубок. Это бумажная рафия. И по-моему она производится здесь, но я привезла ее с собой. Хотела связать либо панаму, либо сумку, но пока еще не реализовала эту идею. И это все, что я смогла уместить в свой небольшой чемодан. Это все изделия, которые я связала практически за 5 месяцев пребывания здесь. И я не знаю, будет ли у меня возможность в этом году съездить за еще одной небольшой партией пряжи к себе домой. Потому что у меня дома много пряжи, много хорошей пряжи с хорошими составами. Бобинные пряжи. Мне бы хотелось из них тоже вязать. Но, по крайней мере, той пряжи, которая у меня сейчас есть, мне хватит на ближайшие полгода. Потому что вяжу я крайне-крайне медленно. И здесь, конечно же, тоже продается пряжа, но она в основном турецкая. И ничего не имею против нее. Но хотелось бы заиметь хорошие бобинки с хорошими составами, которые у меня уже есть. Но находятся они в другой стране. Я надеюсь, что вы вдохновились тем, что я сегодня вам показывала. Вам понравилось это видео. Если так, лайки приветствуются. Комментарии пишите. Увидимся с вами в других видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok